Здравствуйте, доктор! Я ничего не могу с собой поделать. Мне так сложно об этом говорить. Знаете, я ношу тренировочные в поход. У меня был такой случай. Мы шли 20 километров со старающим, у нас была разведочка. И я шел в тренировочных и в резиновых сапогах. Шел дождик, сверху был плащик. Но по тренировочным вода набралась с травы и наполнила резиновые сапоги. А мы шли 20 километров, в самом начале наполнила. И вот они там постоянно добавлялось и взбивалось. И километров через 7-8 из сапогов пошла белая пена на манер пивной. Потому что это было ужасно. И ноги, конечно, были потом в катастрофическом состоянии. Вот. Доктор, что мне делать с этой дурной привычкой? Носите гамашек. О, да. Да. Именно об этом я думал. И недавно в походе тоже думал, когда меня заливало, неожиданно залило дождем. И я понял, что гамаши это то, что нужно. И вот приобрел гамаши Farclass 50 кечуа. И это очень классная штука. Ну, что такое гамаши или там в простонародье фонарики? Это такие сверху чехлы на ноги, на голень. Да. То есть вы одеваете сверху из очень плотного материала с мембраной. Вы одеваете такие сверху резиночка. В центре резиночка. Внизу резиночки почему-то нет, кстати. И штрипка. И крючочек для обуви. Вы одеваете сверху на ноги от колена до ботинка. И вода, попадая на гамаши, стекает. Но значительно важнее это в зимних походах, когда снег. И тогда действительно, если забивается снег в ботинки, там все леденеет. И это может наносить травмы. И вообще это ужасно-ужасно. Поэтому гамаши для осенних походов, демисезонных, для дождей рекомендуемы. А для зимних походов обязательны. Ну вот, друзья. Берем эти гамаши. Удобно с молнией. Молния дополнительно защищена, поскольку она идет вперед. Она дополнительно защищена, чтобы не промокала. При контакте со снегом или с дождем, или с мокрыми кустами, травой. Мы надеваем их на пятку. Предварительно отрегулировав высоту ремешка, длину ремешка. Настягиваем на молнию спереди. Зацепляем за шнурок. Все, готово. Ремешка. 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 Ремешки. Настягиваем. Ремешки. Ремешки. Субтитры сделал DimaTorzok